МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого караганинского новости. В студии я, Анель Шелкарбек. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Нетрезвые и грубые чиновники за рулем. Денежные поборы в школах. Но далеко не полный перечень вопросов, которые рассмотрели на очередном заседании областного совета по этике. Очередная авария со смертельным исходом. За два дня в регионе в результате дорожно-транспортных происшествий погибло уже три человека. Карагандинцы поддерживают реформу здравоохранения. Уже с 1 июля в Фонд обязательного социального медицинского страхования начнут поступать первые взносы. Руководитель аппарата Акима города Балхаш задержан за рулем служебной автомашины в нетрезвом состоянии. Во многих школах города продолжают практику денежных поборов с родителей. Эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании областного совета по этике агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. В областном управлении образования признали, что в связи с многочисленностью школ установить там тотальный антикоррупционный контроль чрезвычайно сложно. Проведенный анализ показывает, что чаще всего родители жалуются на учителей-взяточников при приеме в учебные заведения, участие в конкурсах научных проектов и олимпиадах, но пальму первенства удерживают денежные сборы с родителей. Причем деньги собирают на все, начиная от ремонта школы, заканчивая приобретением билетов на различные мероприятия. Под проблемой денежных сборов действует приказ Управления образования, запрещающий работникам организации образования сбор любых денежных средств, продажа билетов на посещение мероприятий, организация на стенах школ и платных мероприятий, недопущение привлечения к проведению школьных мероприятий платных агентств. Представитель управления образования зачитал оппозитивный доклад, однако председателя Совета по этике он не впечатлил. Докладчику напомнили, что за последнее время были уличены в коррупцию руководители отделов образования сразу двух городов. Об этом году опять смотрим, опять же, двоих задержали. И самое главное, это руководители двух городов – Тимуртал и Таражал, пусть и знаете. А сейчас доклады смотрим, опять же, семинары, круглые столы, классные часы, электронные сессии и так далее. Про денежные сборы, опять же, да, сейчас Гульнаф Тукин, хороший вопрос, да, вопрос поднимает. Руководитель аппарата Акима города Балхаш Булата Сылбеков был задержан за управление служебной автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он вел себя агрессивно с полицейскими, которые его задержали. Оправдываясь на совете, Булата Сылбеков признал факт совершения правонарушения, однако заявил, что ни с кем не ругался. На совете было особо отмечено, что подобные правонарушения, согласно законодательству, не являются действиями, направленными на дискредитацию государственного служащего, а всего лишь являются нарушением этических норм. Однако очень скоро примут поправки в закон о госслужбе. Вот тогда даже за нарушение этических норм можно будет наказывать намного жестче. А пока руководителю аппарата Акима города Балхаша объявили строгий выговор. Андрей Тенн, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Последние дни в городе участились случаи дорожно-транспортных происшествий. Так, вчера, не доезжая до города Абай, произошло ДТП со смертельным исходом, где погиб один человек, а двое были госпитализированы. Также на улице Университетская девушка-студентка была сбита насмерть помощником участкового инспектора полиции. Смертельное ДТП произошло близ города Абай вчера в пять вечера с участием трех машин. На тяжести происшествия ярко говорят эти фотографии, сделанные через несколько минут после дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы рассказывают, что аварию спровоцировал водитель автомобиля «Опель». После жуткого столкновения он выбрался из машины самостоятельно. Однако едва держался на ногах, и от него якобы исходил запах алкоголя. Сначала удар произошел по касательной джипа, которого откинуло навстречу, после чего произошло столкновение с «Газелью». Джип перевернулся и машину выкинуло в кювет прямо в болото. Проводится досудебное расследование. 16 мая на трассе Карагандаджис-Казган 33-летний водитель автомобиля «Опель», не справивший с управлением, врезался в машину марки «Митсубиси Паджеро» и ехавший в противоположном направлении. После чего «Митсубиси» вылетел на другую сторону дороги и врезался в «Газель». 64-летний водитель «Митсубиси» погиб на месте. Водитель «Газель» и пассажир находятся в больнице. Назначена специальная комиссия для выявления обстоятельств аварий. В следствии аварии один человек погиб, двое были госпитализированы. Но на этом вечер трагических аварий не закончился. В 22.00 на улице Университетска Юго-Востока на пешеходном переходе насмерть сбили студентку местного вуза. Девушка 1995 года рождения. От полученных травм скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи. Водитель на машине скрылся в тот день с места происшествия. Впоследствии выяснилось, что за рулем находился помощник участкового инспектора. Сотрудниками полиции воздворен изолятор временного задержания, помощник участкового инспектора полиции, который около 10 часов 16 мая текущего года на пересечении улицы Университетского Мукана совершил наезд на пешехода. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проведенная экспертиза, вводитель в момент совершения ДТП был трезв. В настоящий момент назначен ряд экспертиз, проводится расследование. Стоит напомнить, что это не единичный случай за неделю. Ранее сообщалось, что водитель такси сбил двух девушек также в районе Юго-Востока. В результате происшествия одна из девушек получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в областном медицинском центре. Вторая пострадавшая доставлена в клинику травматологии имени Макожанова. Сейчас же ее жизни ничего не угрожает. Фариза Албаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Государственные органы нарушают требования антикоррупционного законодательства. Чиновники требуют от предпринимателя, не предусмотренные законодательством документы. Об этом заявляют представители палаты предпринимателей АТОМИКЕ. Проблемы бизнесменов и пути их решения обсуждались совместно с Генеральной прокуратурой Казахстана. К чему пришли, расскажет Айнур Нурмагалеева. Проверяя предпринимателей, государственные органы для устранения нарушений устанавливают для каждого бизнесмена различные предписания и разные сроки исполнения. А сами требования часто нечеткие и размытые. Сотрудники Генеральной прокуратуры страны считают, что значительное их число вообще касается процессов, не оказывающих влияния на жизнь и здоровье человека. У нас, если посмотреть, по закону есть два формы проверки. Это первая, иная форма контроля. Это означает, что предприниматели приходят, его предупреждают. Вот, дорогой, вот такие нарушения закона вы пытаетесь допустить, то есть нарушить такой закон, этого больше не делаете. То есть является как бы предупредительной профилактической формой проверки. Вторая, это уже проверка, когда приходят с актом, уже там, как говорится, проверка через наш орган прошел регистрацию. Есть и такие предприниматели, которым после проверки прокуратуры выплаченные государству штрафы были возвращены обратно. Вина всему незнание законов, говорят в органе по охране общественного здоровья. Специально для повышения юридической грамотности создано мобильное приложение Комхор. Карманный помощник даст ответ на многие спорные моменты. Кстати, на сегодня его скачали три тысячи людей. В самое ближайшее время, я думаю, права предпринимателей будут настолько защищены, что они будут спокойно и свободно работать. Я думаю, это самое главное для государства. Глава государства сказал, что основу вообще бюджета будет составлять налог, который поступает от малого и среднего бизнеса. Я думаю, это осуществимая для нас задача. Мы будем ее проводить. Если конкретно по нашей области взять, я хочу сказать, что у нас, оказывается, состоит на учете 8 121 предпринимателей пенсионного возраста. Бизнесмены заявляют, что государственные органы всячески препятствуют в предоставлении земельных участков для субъектов частного предпринимательства, ссылаясь на основания, не предусмотренные законодательством. Таким образом создаются условия для коррупционных правонарушений. На встрече также говорили о необходимости государственной поддержки малому и среднему бизнесу в виде налоговых каникул. Этот вопрос решается, говорят в Палате предпринимателей. Они намерены до конца года представить налоговый кодекс с редакцией, где будут учтены все эти вопросы. Вы слышите, как идет обсуждение? Здесь собраны 30 человек, которые очень активные предприниматели и бизнесмены, поэтому мы все вопросы очень активно обсуждаем. А я считаю, в Казахстане правительство, глава государства дал очень много преференций для того, чтобы развивался наш бизнес. На самом деле это и домов нам помогает, это и банки идут навстречу. Очень много грантов по науке идет. Очень много, значит, ну я, так скажу, откровенно говоря, помощь очень большая. Совместная работа по защите прав предпринимателей продолжается и будет направлена на снижение давления на бизнес со стороны государственных органов, в том числе на устранение административных барьеров. Айнур Нурмангалиева, Жак Салык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полтора месяца осталось до того дня, как в Фонд социального медицинского страхования будут сделаны первые отчисления. С 1 июля взносы начнут отчислять индивидуальные предприниматели и работодатели. А с нового года каждый житель республики сможет получать медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования. За работника взносы Фонд обязательного медицинского страхования будет вносить работодатель. За экономически неактивное население – государство. Самозанятые граждане взносы производят сами за себя. В последнее время эти простые и понятные всем факты до каждого жителя страны доносят медицинские работники. Сегодня обширная информационная кампания уже дала результаты. Карагандинцы знают о медицинском страховании. Более того, жители шахтерской столицы поддерживают эту реформу здравоохранения. Ну, в принципе, если как раньше было медицинское страхование, то это будет очень хорошо. А пока что неизвестно, что это будет и как это будет все происходить. Раньше были отдельные кабинеты по полюсу. И мы всегда вслуживались без очереди. Очень удобно было. Я только приветствую, но лишь бы все было честно. Бывают и такие случаи, когда приходишь в поликлинику с сильными болями. Но из-за большой очереди просят прийти в другой день. А ведь если обратиться к платному врачу, тебя примут сразу же. Я очень надеюсь, что медстрахование даст простому народу большие привилегии. Процесс обследования будет проходить быстрее и качественнее. Чтобы гражданам было проще определиться со своим социальным статусом, через интернет-портал электронного правительства можно узнать все данные. Первые отчисления Фонд обязательного медицинского страхования начнут поступать уже с 1 июля нынешнего года. Нарушил плати штраф. В последнее время увеличилось количество должников по административным штрафам. Чем грозит его неуплата, рассказали сотрудники Департамента внутренних дел во время очередного брифинга. Теперь за неуплату штрафа можно оказаться за решеткой. По закону у любого гражданина есть 30 дней на уплату штрафа и дополнительные 10 на обжалование. Если же за это время вы не укладываетесь, можно оказаться за решеткой. Такие меры по Карагандинской области сначала будут использованы по отношению к людям, имеющих крупную задолженность. Административная полиция и прокуратура области пошли на такой шаг осознанно. Так как число нарушителей с каждым днем растет, а оплачивать нарушители свои долги не спешат. С начала 2017 года из выписанных штрафов казнений оказались 652 миллиона. Исходя из этого и был разработан данный проект и на сегодняшний день имеются определенные результаты. На сегодняшний день судами Карагандинской области вынесено 577 постановлений о привлечении к административной ответственности в отношении, соответственно, 577 лиц. Из которых 277 лиц привлечены к административному аресту, в отношении 267 лиц избрано взыскание в виде административного штрафа. Арест полицейские называют крайней мерой. Максимальная сумма выписанного административного штрафа около 100 тысяч. Арест в рамках 669 статьи до 5 суток. На данный момент неоплаченные штрафы есть у 10 тысяч жителей Карагандинской области. Пока еще неизвестно, сколько человек будут привлечены к суду или арестованы. Паризол Баева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском дворце детей и юношества прошел выпускной бал для детей дошкольного возраста. Шестилетние дети показали все, чему они научились в семейно-образовательном учебном комплексе. На сцене звучали красивые песни, стихи. Также детки показали свои хореографические способности. В конце мероприятия дошколятам вручили сертификаты. Семейно-образовательный учебный комплекс существует уже 25 лет. В нем занимается более 800 ребятишек на русском и казахском языках. Ребята приходят сюда в двухлетнем возрасте. Изучают математику, английский язык, учатся читать, посещают занятия изобразительного искусства, хоровое занятие, а также развивают речь. Дети не просто проходят обучение, но и с удовольствием выступают на концертах, поют, танцуют. В группах с казахским языком обучение занимаются более 100 ребятишек. Нарядно одетые они сегодня показали своим родителям, бабушкам и дедушкам все свои творческие способности. Одна из них – пятилетняя Мадина Мурат. Любит танцевать, петь и рисовать. Родители дошколя всегда благодарят педагогов учебного комплекса за большой труд и любовь. Ведь ближе к школе малыши выпускаются коммуникабельными, активными, смелыми. Это хорошая подготовительная ступенька к школьной жизни. Но на этом дети не прощаются с дворцом детей и юношеством. Они могут продолжать разносторонне развиваться, посещая все возможные дополнительные занятия. Аннель Шалкарбек, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Музее изобразительного искусства открылась персональная выставка художника Владимира Троценко. За последние пять лет это уже третья экспозиция работ художника-архитектора. Основу этой выставки составляют плакатные работы, посвященные киноискусству и выполненные по большей части в технике коллажа. На подготовку работ к этой выставке у Владимира Троценко ушло около трех лет. Изготавливать коллажи автор стал в то время, когда еще трудился архитектором в организации «Граждан проект». Наступил период, когда у фирмы не было заказов. Появилось много свободного времени. И тогда началась творческая деятельность. Как у всех творческих людей, у Владимира Троценко также есть источники вдохновения. Это хорошие фильмы, интересные книги и концерты. Значит так, 65 лет. Я не люблю цифры 60, не люблю 70. Я люблю красоту. Написали 65, 70 лет. И отсюда получается, что вот эта выставка как раз она построена на настроении. Это выставка на строении. Член Союза художников Олег Дроздов отметил, что у Владимира богатая фантазия. Он очень хорошо знает художественную литературу и кинематограф. И делает совершенно неожиданные работы. Во всех простых вещах Владимир Троценко видит что-то необычное. Выставка, конечно, такая, не камерный характер носит, но достаточно интересная. Очень интересная. Сам Володя Владимир Антонович, он очень универсальный человек. Ему все подвластны иллюстрации, и живопись, и графика, и калаш, как вы видите. Ну, надо ходить, смотреть. Он, как архитектор, чувствует душу материала. Тут, можно сказать, во всем видит прекрасное. Допустим, вот эта резина валялась под ногами, он у меня увидел космические какие-то вещи абстрактные. Многие коллеги считают Владимира необычным человеком, ведь он из обычных вещей может создать нечто прекрасное. Большинство из его работ созданы из журнальных вырезок, стальных гаек, пружин и статуэток. Андрей Тенажар Гибаев, Волжаз Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Компания «Караганда-Жарык» начала ежегодные работы по обеспечению безопасности людей и беспрерывной подачи электроэнергии потребителям. Компания по зачистке территории воздушных высоковольтных линий началась с постанции «Ботаническая». На эвакуационных работах побывала наша съемочная группа. Работа началась с обрезки деревьев, которые часто становятся причиной обрывов электросетей. По словам сотрудников компании, подстанция «Ботаническая» выбрана первой не случайно. Над воздушной электролинией в обе стороны на определенном расстоянии устанавливается охранная зона. Она необходима для обеспечения безопасной эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев. Если высота дерева выше 20 метров и она находится на границе зоны, то при падении его крона может задеть провода электролинии. Ежегодную обрезку деревьев в охранных зонах линии электропередачи напряжением 35-110 кВт для обеспечения безопасности эксплуатации и нормальной эксплуатации данных объектов. Данные мероприятия ведут к увеличению надежности электроснабжения города Караганды. На территории в пределах границ, определенных правилами эксплуатации воздушных силовых линий, не должно быть деревьев, жилых строений, автостоянок и прочих естественных и искусственных возвышенностей. Поэтому деревья срезаются иногда полностью для обеспечения проезда специальной техники, для планового и аварийного ремонта. Данные мероприятия проводятся практически на всех линиях, но приоритетно в первую очередь проводятся такие работы на линиях, которые проходят по городу. К примеру, мы сейчас находимся на воздушной линии 110 кВт, Новый город Федоровка, так называемый. Также в последующем будет проводиться такая же работа на воздушной линии 110 кВт ТЭЦ-3-Юго-Восток, которая проходит по юго-восточной части. Специальная бригада работников Караганды-Жарык ежегодно проводит зачистку территорий над воздушными линиями. Также электропередающая организация уже приступила к реконструкции комплексных трансформаторных подстанций, которые распределяют электроэнергию по сетям города. Фаризол Байва, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пресс-служба предприятия Караганды-Сов распространила информацию об отключении питьевой воды. 18 мая будут производиться работы по вводу в эксплуатацию нового участка магистрального водопровода. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды в поселок Финский, Новостройка, Узенька и 21 микрорайон. Коммунальщики советуют жителям иметь суточный запас питьевой воды. Акимат Караганды сообщает, что 18 мая в связи с ремонтом планируется перекрытие участка автодороги на улице Методическая. Городские власти приносят извинения за причиненное неудобство. Это все, о чем хотели рассказать наши корреспонденты. Если у вас есть интересные события, звоните по номеру 4206-49 Аман Саввулмаздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова